это программа игра в классики программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер сегодня будет очень насыщенный выпуск насыщенной музыкой с мыслами потому что мы станем говорить об одной из главных музыкальных работ великом альбоме the beatles white альбом или белый альбом 22 ноября ему исполнилось ровно 55 лет кстати изначально вот эта пластинка двойная пластинка называлась просто за битлз видите тут порядковый номер вот у меня тоже тут какой-то есть ну а самое раннее здание принадлежало ринга стару с номером 301 и было продано на аукционе за 750 тысяч долларов меж тем в 2014 году нью-йоркский культуролог разорфорд чанг устроил выставку где представил тысячу разных экземпляров белого альбома но тут что любопытно многие владельцы разрисовали вот эту белую обложку или там украсили своими надписями и в этом как бы виделся некий такой культурологический феномен видите я еще не начал даже рассказывать о пластинке а уже столько историй и продолжать их на самом деле можно до бесконечности потому что белом альбоме the beatles написано тысячи статей сотни книг там сняты масса масса роликов фильмов и так далее и тому подобное и главное масса конспирологических теорий ну одна из самых известных это то что пол маккартни был мертв и заменил его двойник плюс конечно важно сказать что белый альбом записывался в такой очень нервной и болезненной обстановке ну напомню для начала да что в 1967 году а пластинка 1968 года то ли покончил с собой то ли умер от передозировки снотворным продюсер the beatles брайан эпштейн ну и битлам соответственно пришлось создавать свою компанию они назвали ее apple кстати потом этот apple судился долго и нудно с другим и план того что на то что стива джобсон плюс конечно же необходимо вспомнить и легендарное путешествие битлов в индию туда их потащил собственно джордж харрисон но ринго стару там жутко не нравилось из-за еды и насекомых а джона леннона смутил слух что гуру махариши йоги которому ехали за просветлением как бы попытался изнасиловать актрису миа фэру но она туда приехала вместе с битлами в индию ну кстати фэру я буквально одной строчкой тоже очень любопытный персонаж ну во первых она была женой фрэнка сенаторы а во вторых сыграла главную роль в культовой в культовой совершенно ленте тоже 1968 года ребенок розмаре романа полански ну и далее думаю вы в курсе ведь жену полански шерон тейт и гости на ее вечеринке их убили сектанты из секты чарльза мэнсона фанатики не написали кстати на стене название песни битлз причем сам мэнсон друзья утверждал что он слышит там голоса от the beatles у него духовная связь и вообще через песни битлз ему там надиктовываются некий смысл в общем вот такая вот сложнейшая связь все переплелось в этом дьявольском клубке 60 конечно нужно сказать еще об одной женщине появившийся на во время записи вот этого белого альбома женщине которую ненавидят что там скрывать ненавидят и многие битломаны и сами пол ринга джордж однако я очень любил джон леннон ну конечно речь о японской художнице йока оном которую многие винят в распаде за битлз но из-за нее распались или не за нее вопрос спорный много факторов но мы точно знаем что именно йока она нарушила вот этот вот тандем пола маккартни и джона леннона тут на самом деле записано авторство леннон маккартни но создавали песни они раздельно проблема да в том что джон леннон до безумия буквально любил вот эту вот йока она и из-за нее бросил жену и бросил пятилетнего своего сына джулиану которую называли джулс вот к слову это тоже любопытно именно джулсу до джулиану пол маккартни посвятил свою великую великую песню одну из моих любимых и джут вообще в оригинале она была хэй джулс и песня это хэй джут не вошла в белый альбом как не вошла сюда и другая великая композиция уже авторство харрисона самсон но одна из самых любимых песен у забиты материала было более чем достаточно я напомню что битлы не давали концертов работали студии в общем белый альбом внимание включил себя 31 песню это единственный это единственный в истории битлз двойник то есть тут две пластинки звучат они долгие 93 минуты и вообще эта работа она как бы в принципе выбивается из дискографии the beatles хотя это самый коммерчески удачный альбом ну самый продаваемый вообще собственно одна из главных представителей претензий к белому альбому в том что он очень такой неровный знаете вот вместе с шедеврами здесь есть проходные как бы работы ну если в принципе можно говорить о песнях битлз проходные но смотрите я беру например да в эту пластинку сразу смотрю первая сторона до начинается совершенно убойного хита все его знают back in ussa кстати очень любопытно его перепела си сигурни уивер в фильме сердцеедков здесь же да есть совершенно гениальная вообще песня харрисона вэй вэн май гитар джентли випс да это вообще одна из моих любимых песен соло кстати там играет эрик клептон тут же да на этой же первой только стороне есть такая песенка как облади облада все это же знают и говорят что репетирую ее просто пол маккарт не автор этой песни просто довел коллег до изнеможения безумия есть здесь на этой же стороне 1 сейчас только про первую сторону есть здесь например отличная песня стеклянная луковица но есть и совершенно безумная там например вайл хани пай то есть чему я это говорю что вот такое вот ассорти то есть и все эти песни трактуются совершенно по-разному а трактовок поверьте очень очень много леновская happiness is a warm gun до знаменитая песня но она воспринимается как антивоенная то есть ее использовали на там антивоенных демонстрациях но на самом-то деле она в первую очередь о сексуальность я конечно не могу пройти мимо вот той самой песни хелтер скелтер которая обросла просто невероятным количеством кроваво-мрачных мифов это такая считается одна из самых роковых песен в истории музыки вот я уже сказал что именно название этой песни вот эти фанатики секты мэнсона написали на кровью написали на стене в доме где они совершили это массовое убийство причем кстати написали с ошибкой однако песни это наш уникальный еще чем представьте это 68 год 68 год а звучит она вот ее тяжестью и резкость ну просто запредельные в общем какие там black sabbath просто томми ози гизер билл все отойдите в сторонку здесь настоящий хэвэ метал здесь битлы друзья и опять же об экспериментах битлов на этой пластинке можно говорить неделями неделями ну вот что о чем я хотел бы сказать да мы смотрите это 1968 год на тот момент джону леннону и ринго стара стару вот видите фотографию меня их это кстати собственно из этой пластинки им 28 лет джорджу харрисону 25 лет полу маккартни 26 то есть это совсем молодые люди молодые люди которым нет еще 30 но вы представьте сколько они сделали для музыки практически вся музыка которая есть после битлз написано полом прежде всего полом джоном джорджем и соответственно рингом вот это на мой взгляд феномен и вообще тут конечно вспоминается не строчка знаменитой ахматовой да если бы вы знали из какого ссора растут стихи и действительно всякий раз слушая битлз думаю откуда что только берется ну а мы продолжаем в общем хрестоматийна фраза и все знают да что вот белый альбом это запись четырех разных музыкантов в составе одной группы ну почему эта фраза так разошла потому что конфликты потому что непонимание то есть леннон там не переносит харрисона при этом леннон и маккартни распались это их дуэт да то есть они пишут свои песни там в отдельных комнатах и атмосфера такая что уходит из группы не выдерживает даже ринго стар он ушел из-за битлз это знают на две недели вернулся а барабанная установка цветах однако однако друзья почему я загрыл об этой пластинке потому что она уникальна как раз таки вот именно этой истории тем что в этом хаосе в этом хаосе битлз действительно создают абсолютно великие песни именно такая работа является как бы предвестием и описанием нового мира того что наступит после 1968 года и того что длится уже более полувека и вот заканчивается на самом деле это все только сейчас и кстати удивительно что вот что называется чуй когда что битлз тоже стоят на пороге вот этого нового века потому что ведь смотрите буквально недавно до вышла последняя как считается композиция beatles now and zen которую пол маккартни и ринго стар сделали с применением искусственного интеллекта никогда нельзя забывать что белый альбом вышел в ноябре 1968 года что такое 1968 год об этом на самом деле можно записать отдельную программу но я очень коротко пройдусь смотрите 68 год социализм восточной европе приговорен то есть советские танки вы помните входят в прагу в париже пылают студенческий протест в сша сша продолжают кровавую войну во вьетнаме а самих штатах бунтуют хиппи эти дети цветов но самое главное там устанавливается ли пытается установиться черная власть то есть вы помните опять же в апреле 68 года убивают мартина лютера кинга а директор фбр эдгар гувер называет партию черных пантер те самые легендарные черные пантеры величайшей угрозой внутренней безопасности сша то есть это не это не шутки альтернативная культура входит в рассвет входит силу да то есть наркотики превращаются в культ сша открывается церковь сатаны оккультизм становится не просто модным он становится доминантным и опять же я уже вспоминал поланские как считается пускает в мир вот этого кино антихриста с выходом на экраны ребенка розмаре при этом католическая церковь буквально за пару лет до этого сдает позиции понимаете это 68 год это год не просто социального протеста не просто бунта это вообще год коренного слома системы то есть именно в 68 году наступает новая эра новое время новый мир тот который мы сейчас существуем доживаем что называется очень важно помнить потому что именно тогда 68 воцаряется новый мир и новый как бы властелин этого мира которому присягают на верность там уже сильные мира силу но это конспирологией я разобрал это в когда горела ленте кубрика с широко закрытыми глазами можете посмотреть этот выпуск то есть до 68 можно говорить долго и до сих пор до сих пор одни полагают что в этот год как бы ну используем такую аллюзию явился антихрист а другие считают что это год освобождения год утверждения прав человека и человечества и вот тут появляются beatles их альбом надо понимать что beatles на то время это не просто самая там популярная музыкальная группа в мире нет это ну они практически как четыре бога такие четыре божества и понятно что от них ждут ярких заявлений от них ждут что они поведут за собой как лидеры как хедлайнеры флагманы что они возглавят вот этот социальный протест и та же песня пигги с этого альбома харрисона она становится гимном левых сил хотя харрисом сам этого не хотел однако beatles разочаровывают публику то есть они не пишут альбом на полный вот этим чудовищным мощнейшим социально там политическим протест однако они делают куда более сильную я бы так сказал более стильную вещь фокус в том что величие этого альбома заключается в том что он становится на 50 с лишним лет саундтреком или давайте так музыкальной дорожкой нашей жизни вот этого полувека то есть смотрите это абсолютно такое уникальное пространство гигантское пространство вариантов где в зависимости от своего опыта статуса мечты настроений целей слушатель может понять и принять то что близко ему необходимо только ему и фокус то что чем больше знает понимая чувствует этот слушатель тем глубже пространство и степень этого восприятия и я вот сказала хаосе но в случае beatles случае этого альбома как бы хаос рождает разные миры и в центре каждого мира слушатель остающийся один на один с этим великим альбомом the beatles я вообще кстати не уверен что джон пол ринга джордж великие молодые люди задумывали все именно так но фокус то в том что настоящее произведение искусство она всегда больше своего создателя особенно если это действительно великое произведение а тут нет сомнений что белый альбом the beatles несомненно относится к их числу так что расшифровывали расшифровываем видимо будем расшифровывать белый альбом the beatles еще полвека два программа игра в классике меня зовут платон беседим берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам мира любви терпения слушайте the beatles и хорошую музыку до встречи субтитры создавал DimaTorzok